Восьмое. Русское писательство славило войны, и захватнические войны также. Писатель Александр Бестужев-Марлинский нашел такие кроваво-аргиастические краски в своем слове об истории. Цитата. Искоро история оборачивалась сказкою. Наша история, созданная нами, для нас живущая. Мы обвенчались с ней волею и неволею, и не от развода. История, половина наша, во всей тяжести этого слова. Цитата. Видите ли, оборачивалась сказкой. Жуткая сказка. И в этой жуткой сказке украинский народ, само собой, играет определенную роль сказочного героя. Возьмем известного билетриста Ивана Ложечникова. 1792-1869. Его перу принадлежит роман «Последний новик» о временах Северной войны, которую вела Петровская «Россия молодая» за выход к Балтийскому морю. Оказывается, агрессия – это всего лишь поиск «выхода» в Балтийскому морю. А этот выход крайне необходим для России молодой, чтобы получить «историю мать» и «землю мать» в кавычках. Поэтому, очевидно, с точки зрения российских историков и философов, и необходима она, и справедлива, и в данном случае, по их мнению, речь не идет о каких-то международных правовых нормах, о правах человека. Сноска. И почему это вдруг заголосило русскоязычное население, в кавычках, несколько лет назад в Балтии, когда прибалтийские народы решительно заявили о своих исторических «правах человека», в кавычках, на родной земле. Конец сноски. Романист Ложечников, сочиняя об этой «Северной войне», определил свое кредо. Цитата. «Чувство, господствующее в романе, есть любовь к отчизне. В краю чужом оно отсвечивается сильнее. Между иностранцами, в толпе их, под сильным влиянием немецких обычаев, виднее русская народная физиономия. Даже главнейшие лица из иностранцев, выведенные в моем романе, сердцем или судьбою, влекутся необоримо к России. Везде родное имя торжествует, нигде не унижено оно. Без унижения, однако же, неприятелей наших того времени, которое описываю». Конец цитаты. Цитаты и эмоции. Чужие цитаты и мои эмоции. Какой мощный у исторического билетриста заряд национальной гордости и национального самолюбования. Как прекрасно видится среди иностранцев, в толпе их, среди немецких обычаев, русская народная физиономия. Вот ты пришел с войной на чужую территорию, огнестрельным оружием и топором. Конечно, а какими же еще методами, когда, кавычки, есть влиятельная часть общественного мнения, находящая умственность вредной для России. Не пришла еще пора для развития умственного, как сказал Николай Шелгунов. Отчаянно прорубаешь окно в Европу, а в это время, кавычки, главнейшие лица из иностранцев, сердцем или судьбою, влекутся необоримо к России, кавычки. И это несмотря на то, что их же самих иностранцев лишают как исторической родины, так и исторической перспективы. Что за замороченные иностранцы? Или таки замороченными их захотелось увидеть билетристу Лажечникову, который гордится, что, видите ли, ну буквально везде родное имя торжествует, нигде не унижено. И даже, вот какой он писатель-патриот, что тут он еще и сам собой не на шутку гордится. Не унижено родное имя даже неприятелей наших того времени. Разве не апофеоз национального самосознания? А может, апофеоз лукавого словоблудия? В романе «Последний новик» изображена Бронесса Зегевольд, которая предстает вроде бы и «псевдопатриоткой» и «псевдодипломаткой». Почему? Из этого писательского пассажа видно, как русские литераторы, словно на конвейере, умели фабриковать для себя врагов, и, конечно же, не только сами литераторы. Началось с посягательств, со своеобразно понимаемых «интересов России», с военного наступления, и потом уже подпрягались мыслители, философы, виртуозы, кисти, звука, слова, архитектурной пластики, славя, передергивая, перевирая, возводя клеветы и так далее. Но ведь, безусловно, все это с высокопатриотической целью, во имя «единой и неделимой» всегда, как, собственно, и тогда, когда «единая и неделимая» еще только формировалась таким вот образом. У Олега Михайлова есть книга «Суворов» в известной серии «Жизнь замечательных людей». 1757 год. Русская армия воюет в Пруссии, осенью берет Кенигсберг. Писатель пишет, что, цитата, «в перерывах между боями Суворов на короткое время отлучался в Кенигсберг, столицу новой российской провинции». Конец цитаты. Как видите, только что заняли, а уж российская провинция, причем, конечно, глубокая, ведь далеко от Москвы. Сноска. И как тут не вспомнить историка Сергея Соловьева, что «народонаселению» были заказаны дороги на земле покоренного Запада, где бы его история мачеха стала историей матерью, а земля мачеха стала бы землей матерью. Конец сноски. Здесь, в огромном Кенигсбергском замке, дворце предыдущих властителей русских, Суворов посещает «балы Машкерады», в кавычках, потому что любит буйная русская душа погулять и загулять. На «балу Машкераде» один из героев говорит, «Вы должны быть благодарны судьбе за то, что веселитесь сейчас в славном русском городе Кенигсберге». Вот видите ли, славный русский город Кенигсберг – теперешний Калининград, а Эммануил Кант выходит действительно знаменитый калининградский ученый, а Севастополь – город русской славы, а Порт-Артур – город русских моряков. И если поэма Блока «Скифы» является песнью песен панмонголизма, то поэт не единственный здесь трубодур на пустом, так сказать, месте, но перед ним целый ряд проникнутых милитарным пафосом других трубодуров, скажем, Дмитриев, который, служа в гвардии, славил русскую армию многоликую орду. Все веют шлемы их пернаты, все их белеют знамена, все их покрыты пылью латы, на коих кровь еще видна. Воззри, все идут в ратном строе, всяк истый в сердце славянин. Не Марсаль в каждом зришь герое, не всяк ли рока властелин? Речешь и двинется полсвета, различный образ и язык, тавридец, чтитель Магомета, поклонник идолов, калмык, башкирец с меткими стрелами, с булатной саблею черкес, ударят шумом вслед за нами и прах поднимут до небес. Конечно, такая орда способна поднять прах до небес, не то что задавить польское восстание. И именно в этой орде поэт видит, кавычки, всяк истый в сердце славянин, кавычки. А по свободолюбивым полякам и не заметишь, где всяк истый в сердце славянин, конечно, нет, которые с оружием в руках борются против наступления этой орды. В 1714 году, разбив у Аланских островов шведский флот, Петр воскликнул, природа произвела Россию только одну, она соперницы не имеет. Это как та бабина дочка. Никакая дедова дочка ей не ровня и не соперница. Даже такая мысль не закрадется бабиной дочке в голову. А вдруг закрадется, то горе дедовой дочке. Но горе дедовой дочери на горе и бабиной дочери, которая, однако, этого не осознает. По известной формуле «Франция – это я» русскими отописцами понималось, что, скажем, Екатерина II – это Россия. Герцен писал, что, цитата, «Тесная близость литературы и правления стала еще более явной во время Екатерины II. У нее свой поэт, поэт большого таланта, полный восторженной любви, он пишет ей послания, оды, гимны и сатиры. Он на коленях перед нею, он у ее ног, но он вовсе не холоп, не раб. Державин не боится Екатерины, он шутит с нею, называет ее фелицей и киргизской садской царицей. Порою у муза его находит слова совсем иные, нежели те, в которых раб воспевает своего господина». Конец цитаты. И все же у Державина – это сугубо рабская, сугубо холопская позиция, хоть иногда он и шутит с фелицей. Разве не такой же Екатериной II для Маяковского и Горького выступал впоследствии Ульянов-Ленин, и такой же фелицей для неисчислимой рати удописцев выступал позднее Джугашвили-Сталин, и такой же фелицей длительное время была для всех нас коммунистическая партия, хотя с ними уже никто никаких шуток не позволял. Хорошо же чувствовалось, что фелица, но не та. И дух рабского переновения торжествовал, как в императорской эстетике, так и в эстетике тотального красного террора. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!